Слушайте, вот мы достигли с вами ванны навозной опилки Джесс решила обойти Ноги действительно ощущают какой-то такой кайф Наступаешь массаж Практики многих заболеваний, неисчерпаемые источники хорошего настроения и жизнерадостности Ну отлично, поехали Ребята, я преодолел вот этот вот замечательный мутный контейнер с водой А, собственно, чему там еще по навозу Приятненько, и оно разных форм, кругленькие, квадратненькие Прям, знаете, достаточно приятно Достаточно болючие ощущения такие, поэтому... И вот они, красавчики Я хотел как раз к ним добраться Сейчас, собственно, я это и сделаю Поехали И нас настигли большие валуны Круто получается по нему ходить Водяное такое препятствие Ой, на самом деле здесь пароточная вода 3600 метров и 43 разных покрытия Он достаточно теплый и такой прям действует своего рода как массаж Я бы даже сказал Настиг... или мы настигли валуна, или нас настиг валун Как это напольное покрытие воздействует на наш организм, а в частности на наши стопы Короче, прикольная штука Сейчас будем читать Пассажный кайф Потому что, ну, валуны, они, получается... Нет, нет, я не упаду Они, получается... Каждый имеет свою форму, да? По гальке, валунам, щебенке, щепам, древесине Понимаю, какие хорошие у меня годовалые кеды К этим бревнышкам я очень хотел добраться И сейчас мы попробуем пробраться по этим бревнышкам Поехали! Вот у нас босоногая тропа Вот здесь информация 3 километра 600 метров Лучше, конечно, мы по валунам, чем валуны по нам Кайф, однозначно кайф Стоит ли сюда сходить еще раз? Либо посетить, я имею в виду, да? И вот там, если вы не были, стопудово стоит Мы встретимся фразами честными Задержками на двои Губительная слабость На двоих губительная радость Мурашки, постые ноги по холодному паркету Решили с Джесс посетить национальный парк Лосиный остров И мы решили пройтись по босоногой тропе Это, если мне не изменяет память, по-моему, 4 тысячи... А, 3600 метров И 43 разных покрытия Ну, как сказать, напольных, да? По которым можно идти И, собственно, я ее уже вижу Сейчас мы затестим Так, вот мы, собственно, другого покрытия настигли Так, ну что, вот мы, собственно, идем по первому покрытию Там можно оставить все удобно Кстати, в Лосином острове там можно оставить обувь Шкафчик положить, закрыть, либо просто там на полочку Помыть ноги Все цивильненько И вот мы, короче, здесь начинаем наше путешествие Ну, что, вот у нас здесь первый материал песок Здесь вот такие стендики Интересно, можно почитать о покрытии Ну, собственно, песок Представлению не нуждается, я думаю Так, ну что, мы уже настигли керамзит Или мы его настигли, или он нас настиг Интересные информационные вот эти билборды Или как правильно называются Здесь не только информация о том, что за напольное покрытие Но информация о том, как это напольное покрытие воздействует на наш организм А в частности, на наши стопы Короче, прикольная штука Сейчас будем читать Вот у нас босоногая тропа Вот здесь информация 3 километра 600 метров Ну и, собственно, здесь информация, что можно делать, что нельзя Сейчас мы ее будем тестить Я вот устроил здесь небольшой питстоп Жду Джесс, пока она там проберется по валунам Лучше, конечно, мы по валунам, чем валуны по нам Вот, и поэтому здесь, короче, можно устроить вот такой вот небольшой питстопчик Ну, как тебе валуны? Кто тебе больше всего понравился? Пока валуны Валуны хорошая тема Так, слушайте, ребята, мы уверенно шли Но наш уверенный шаг сменился на не очень уверенный С керамзита мы, собственно, перешли на что-то другое На какое-то другое покрытие Какой-то камень, щебень Не помню, что это такое Я его неоднократно встречал Но я вам скажу, что по нему идти достаточно болючие ощущения такие Поэтому, собственно, мы вот аккуратно крадемся А Джесс вообще уже отстала Она там еле-еле крадется Мне кажется, когда я отворачиваюсь иду Она, мне кажется, по кустам, ну, по этим пробегает, по траве Она не идет особо Ребята, я преодолел вот этот вот замечательный мутный контейнер с водой Это тоже является, так сказать, таким покрытием И мы достигли морской гальки И оказывается, я не знал, что в морской гальке столько У морской гальки столько полезных свойств То есть, типа, она не типа А она может и от стресса избавить И там отмирание кожи Там засохшей И, собственно, там 15 минут в день Вхождение по этой гальке способствует какой-то там часовой тренировке Поэтому мы достигли морской гальки И продолжаем держать наш путь дальше Ребята, нас настиг, или мы настигли валуна Или нас настиг валун И поэтому мы сейчас пойдем пробираться по вот этому камню Главное не упасть Вот он Сейчас я покажу Как у меня очень круто получается по нему ходить Так Он достаточно теплый И такой прям действует своего рода как Как своего рода как массаж Я бы даже сказал Так, ну что, ребят Мы преодолели валуны Вот такие вот И нас настигли большие валуны Джесс уверенно и стойко пробирается по Нет, по средним валунам Потому что большие валуны ждут нас вон там Дальше Короче, пойду ее догонять Знаете, если честно, я скажу, что это такое интересное занятие Ноги действительно ощущают какой-то такой кайф Наступаешь массаж Массажный кайф Потому что Ну, валуны, они получаются Нет, нет, я не упаду Они получаются Каждый имеет свою форму, да И ты, когда наступаешь ногами Соответственно, соприкосновение идет Кожа с этими разными валунами И от каждого получаешь какой-то свой такой определенный Ну, и массаж И где-то теплое Где-то холодное То есть где-то такое Немножко там, может быть, острое Но очень прикольное ощущение И вот они, красавчики Я хотел Хотел как раз к ним добраться Сейчас, собственно, я это и сделаю Поехали Так, а вот еще одно Очень такое массажное покрытие Джесс там снова Где-то там Массажное покрытие Причем неплохое такое, слушайте Прям очень приятненько И оно разных форм Кругленькие, квадратненькие Прям, знаете, достаточно приятно Вот это вот я достиг Мы достигли микса Такого из гальки Какого-то небольшого Такого щебня Еще что-то там И, ну да, он такой хороший Микс достаточно приятный для стоп Смотрите, какой немалый путь мы уже прошли Там вот такие круглые бревна Там, собственно, вот доски Древесина Там ароматная ароматерапия была То есть там такие были ящики В них в каждом ящике, собственно Мята По-моему, корки апельсина Полынь и так далее Поэтому вот такой вот мы путь уже прошли И нам еще немало стоит пройти Кайф, однозначно кайф Стоит ли сюда сходить еще раз Либо посетить, я имею ввиду, да Его там, если вы не были Стопудово стоит Мы достигли ароматерапии Вот такая вот здесь арочка Что нас здесь встречает Это мощный инструмент В лечении и профилактике Многих заболеваний Несчерпаемый источник Хорошего настроения И жизнерадостности Ну, отлично Поехали вкушать ароматерапию Мы пробираемся по сосновым шишкам Очень интересное тактильное ощущение Джесс, он вообще уже прям Как вмолотило Вперед А я прям пока Как старый дед Пробираюсь Но очень Действительно Тактильное ощущение Действительно новое Мы достигли сосновых шишек И они, я вам скажу Они выглядят очень Пугающе Пугающе Посмотрим Смогут ли Мои ноги Пройти по сосновым шишкам Так, ребятки А вот К этим бревнышкам Я очень хотел Добраться И сейчас мы попробуем Пробраться По этим бревнышкам Поехали Знаете, когда одно Напольное покрытие Сменяется другим Ты понимаешь, что Булыжники Это уже не так плохо По сравнению с мелким Каким-то щебнем Так Ну, знаете Когда щепу Сменяют шишки То ты все-таки Понимаешь, что Как хорошо, что Цивилизация Изобрела Обувь Ну, обувь Да Которая Позволяет Преодолевать Разные препятствия Ребята Просто вам надо Это попробовать Это просто Мать его Шишки А мы Вот совсем Недавно Жестаки Идем Ой, надо кеды Что-то менять Им уже целый год Что-то как-то Подошва там Немножко Поискромцалось Я сейчас Прошел По гальке Валунам Щебенке Щепом Древесине И понимаю Какие хорошие У меня годовалые кеды Охренительные С классной Подошвой Вот Навоз мы Спокойно обошли Но в болото Все-таки Вляпались И идем Сейчас будем Идти по Ствол дерева С насечками Для фиксации Стопы Вот так вот Он выглядит Идем дальше Так, ну что Вот мы Настигли Такое вот Водяное Водяное Такое препятствие Ой, на самом деле Здесь пароточная вода Очень крутая Джессон там Пробирается Я тоже Прям Класс Вообще Как вода Офигенно помогает Стереть Воспоминания Ног О этих Напольных покрытиях Которых мы успели Преодолеть И дальше пошла грязь Ну ладно Что делать Идем по грязи А может это и не грязь Может это Навоз Но скорее всего Мне кажется Это грязь Ну ладно Так, ну что Мы устроили Небольшой питстоп Мы смогли Преодолеть Навозные опилки Правда Мы их преодолели Сбоку Не стали Как бы Погружаться В них Поэтому Продолжаем Наш путь Дальше Дальше Нас ждет Вот такой вот Небольшой мостик Где есть вода Но она Какая-то Мутновата То вот Закончилось Небольшое путешествие По Собственно Босоногой тропе Что я могу сказать Ощущения Офигительные Для стоп Ощущения Офигительные Особенно после того Как ты моешь ноги Вот там кстати Можно Помыть ноги И собственно Вытереть И все нормально Взять свои кеды Обратно Ощущения Обалденные Особенно Когда ты надеваешь Кеды Снова Ты такой думаешь Класс Ну типа Класс Хорошо Что ты ходишь В кедах А не по навозу Короче Постоянно Поэтому Всем рекомендую Посетить Босоногую Тропу Поэтому Пока Это был короткий выпуск Ваньки Чернокнижного Поставь лайк Там чуть тресни В колокол Что-нибудь там Сделай Какую-нибудь Активность Пожалуйста Вот у нас Застал кизильник Кизильник Вот он Слушайте На самом деле Три километра Шестьсот Это Матью Три километра Шестьсот И вот это Вот прям Вот этот путь Он конечно Непростой Я вам скажу Поэтому Советую Все-таки Морально Приготовиться Прежде чем Сюда Вы поедете Ну это Очень круто Ощущение Просто Не передать И реально По щебню По щебню По болоту Что-то Это уже Оценивать И понимать О нормально Это пойдет Это не самый Плохой вариант Продолжение следует